В 70-х его часто видели в театре маленьким мальчиком. То на сцене с букетом цветов он их приносил артистам и актерам, то в ложе осветителя, то в фойе в ожидании спектакля. В театре работала администратором его бабушка. Сейчас он возглавляет Серпуховский музыкально-драматический театр. И сегодня Игорь Шестун, юбиляр. Игорь Шестун, гость программы «Прямой разговор». Сейчас я вообще не понимаю, в каком я времени нахожусь, в каком возрасте. Это была любовь с первого взгляда. Вот тут была любовь. Не педагог ломал на меня, папа ломал, потому что мне было 7 лет, я не хотел играть на пианино. Я любитель в себе покопаться. Я бы не сказал, что мучительно, но наоборот, как-то вот легко и с удовольствием. Мы потерпим, привыкнем. Повесить маску там «я начальник, ты дурак», ну не получается. Давайте поработаем, потом посмотрим. Рады мне еще хлопать, аплодировать. Игорь Вячеславович, есть люди, которые очень гармоничны в том пространстве, в котором они находятся. Вот вы тому подтверждение. Но не до конца понимаю, вы подстраиваете это пространство под себя и окружение, либо оно под вас формируется? А мы сейчас о каком пространстве говорим? Вот оно. Я вот даже не знаю, тут что ответить, что я вообще подстраиваю. Нет? Ничего не подстраиваю. Все само по себе происходит в жизни. Вы просто гармонично вписались в то, что есть, и все. Да. Мечтали быть директором театра? Вот там, в 74-м. Мне даже в голову такое не могло прийти. Не было такой мечты? Нет, потом, да. Ну, в 74-м я ребенка мог. Даже представить не могу. Если бы мне сказали, я не знаю, ты не стал, когда я прыгнул. От счастья. А актерскую роль примерили на себя когда-нибудь? Ну, я же снимался в кино. У меня актерских ролей-то есть. Несколько штучек. Штучек? Или хорошие, большие роли? Не, ну такие. Ну, хорошие они, как сказать, они небольшие, но яркие достаточно. Потом эти роли мне помогали в жизни. Особенно роль майора милиции. Ну, по дороге на наши черноморские побережья, когда остановлены гаишники, обнаружили фотографии майора милиции. Да ладно, и что, поверили? Верили. В Феодосии там приехал этот, с боевого задания целый взвод ОМОНа, спецназа. Вот. То есть я сумел им объяснить, что я начальник изолятора в Серпухне. Ну, что я их коллега. И что я тоже был в боевых командировках. С легкостью называл номера частей, мест дислокации и так далее. Просто с легкостью. Потом каждый день отдавали честь. Дети ржали. Заяц, давай, товарищ Павер, заяц, давай. Ну, вы держались в этой роли хорошо, да? Ну, проблем. Мы все две недели так с ними прожили душа в душу. Я просто их поругал, в первый вечер, когда они начали там буянить, а они сказали, ты кто? Я говорю, сейчас все увидим. А дальше уже хорошо общались. Игорь Вячеславович, вот эта вот табличка, я рад общению с вами. Когда здесь появилась? Ну, вот я был в второе пришествие в театр, это 2010 год. Вот тогда и появилась. Себя настраиваете на дружелюбный лад или того, кто заходит? Нет, я же ее не вижу, ее же видит человек, который вошел в кабинет. Мне-то не видно, что там написано. Но я знаю, что там написано. Но заходит с улыбкой в основном? Ну, вот эта табличка, да, как скажем, она оказывает свое воздействие. А, ну вот, все-таки это психологический трюк такой получается. Возможно. Театром заболели в детстве, так? Да. Как протекала эта болезнь? Ну, я бы не сказал, что мучительно, наоборот, как-то вот легко и с удовольствием протекала эта болезнь. Но когда мне было 12 лет, моя бабушка Зинаида Львовна сюда поступила на службу распространителем билетов, администратором выездным. И в те времена, это был 1974 год, если сейчас забито легковым транспортом, да, во время спектаклей в театре, эти улицы, театральные Чехова, то тогда он был забит автобусами, потому что тогда многие предприятия, плюс тут были совхозы еще в определенное количество, фабрики, заводы, и она активно работала с профсоюзами, и практически на каждое мероприятие она забивала зал, что бы здесь ни проходило. А так как в те времена, в 70-е годы, это была только прокатная площадка, на тот момент юридический статус театра был Южное отделение Московской областной филармонии. То есть Борис Алексеевич Камчатов, тогдашний директор, он все эти концерты получал, скажем так, в Москве, в филармонии. То есть там обсуждался репертуарный план, и вот что Москва давала, то здесь и показывали. И сейчас все отношения напрямую, то тогда это было через филармонию. И маленький Игорь, получается, что посещал все спектакли? — Вы знаете, здесь как-то спектаклей было меньше, наверное, концерты. — Концерты. — Да, но как раз любовь не сколько к театру, сколько к музыке началась после выступления симфонического оркестра Вероники Дударовой. Тогда потом была распределена система абонементов. Вот у нас, школьников, в тех времен были абонементы в театр. Ну, опять же, это по желанию было. Абонементы были в кино, это мы ходили в ДК «Россия». Музыкальный абонемент, как ученик музыкальной школы в театр. И вот тогда я тоже, когда сидел и смотрел на этих музыкантов, я подумал, я тоже так хочу. — А чего хотелось? Именно сцены хотелось или аплодисментов? — Играть на сцене. Сцены, аплодисментов всего на свете. — Про вашу бабушку, которую вы упомянули, ходили легенды по городу. Она могла уговорить каждого купить билет. Но как ей это удавалось? — Я вот так же, как всегда говорю, я в этом плане верный ее последователь. Вот есть старый советский мультик «Поделись улыбкой своей, и она не раз тебе вернется». Вот этот принцип всегда исповедую, да, за свою жизнь побывал в 22 странах. «Поделись улыбкой своей, и все к тебе будут хорошо относиться». Все. Ну вот не было такого, чтобы я куда-то пришел, приехал в какую-то организацию или, я не знаю, страну, государство, все что угодно. И ко мне кто-то плохо отнесся. Относись к людям, как хочешь, чтобы относились к тебе. Вот и все. Все очень просто. — Игорь Вячеславович, вот по поводу музыки. Смотрите, в вашей жизни была сначала музыкальная школа. — Нет, сначала был кружок. — Кружок даже. — Да. — Хорошо, кружок, потом музыкальная школа, потом музыкальное училище и потом институт культуры. — Да, верно. — Ну такой достаточно длительный период обучения. Какое учебное заведение обогатило больше, дало больше опыт, больше знаний? — Ну, тут остается их три. Вы знаете, ну, каждое свое внесло лепту, как-то я вот не мог кого-то выделить там, что-то из этого, школу там или училище, или институт. — Нигде вас не ломали, только поддерживали? — Ну как, по-разному бывало. Ломали в кружке, допустим, меня не педагог ломал, а меня папа ломал, потому что мне было 7 лет, я не хотел играть на пианино. — А, то есть заставляли играть, да? — Да, он меня приводил за руку сюда, вот к бабушке, пианино было у бабушки. Мы шли с Центральной пешком туда-обратно, и пока 4 часа инструменту не отдам, то есть он меня никуда не выпускал. Мне, как всем детям, хотелось с того возраста играть, гулять, но... Причем сам он не музыкант, но он просто вот таким был цербером надо мной, из-под палки. А потом привык. И сейчас я только могу сказать спасибо ему за это. — Меня удивляет, как привычка переросла в любовь к музыке. То есть сначала заставляли, потом пришла привычка, а потом появилась любовь? — Да нет, любовь она была с детства. Мне нравилось там, чтобы была музыка, были пластинки, потом был магнитофон. — Значит, неусидчивый, что ли? — О, я ужасно неусидчивый. — А, вот в чем дело. — Да, непоседа. Да, это одно из многочисленных моих отрицательных качеств — это неусидчивость. На месте сидеть тяжело. — До театра была работа в парке имени Олега Степанова, так? — Да. — Это было то, что вам нравилось на тот момент? Или чувствовали себя не в своей тарелке? — Ну, вы знаете, я все равно, когда работал в парке Олега Степанова, я отработал директором, его 17 лет, все равно там у меня был оркестр, в котором я сам и играл, поэтому как бы музыку не бросали. Плюс я еще одно время совмещал это с работой, был оркестр у меня в ДК Ленина на Ногинке, потом был как музыкант в ресторанах, вечером после директорства. Большая часть времени это ресторан «Москва» на площади Ленина бывшей. Так что с музыкой как-то всегда приходилось не расставаться долго. Вот сейчас, скорее, с ней расстался. — А сейчас вспоминаете это время? — Вспоминаю. — Ну, у меня сейчас, я вообще не понимаю, в каком я времени нахожусь, в каком возрасте. Там, допустим, человека встречаешь, да, говоришь, ну вот же мы там в том году виделись. Какой в том году? Начинаем выяснять, оказывается, что это было 8 лет назад. Оно все в жизни, как вчера было. — По паспорту 60, а по состоянию души сколько? — 37-38. — А почему именно в этом возрасте? — А вот я не знаю, как ты свою жизнь анализируешь. Я любитель в себе покопаться. Вот это возраст, ну, во всяком случае, я не знаю, какую женщину, мужчину, это вот полный рассвет. Это то время, когда у тебя начинают потихоньку появляться мозги. Определенный уже багаж знаний в каких-то межличностных отношениях, да, там, противоположным полом и вообще с людьми. Ну, вот это, наверное, да, возраст тогда, когда вот такой-то вот полный рассвет. — Счастливый возраст? — Да. — Или каждый возраст по-своему счастливый? — Ну, я не знаю пока, я этот возраст еще не проходил. Мне много рассказывают, что про прелести этого возраста, ну, я говорю, а мне что-то вот как-то вот тебе больше нравились. Ну, ничего, тоже, так сказать, потерпим, привыкнем. — Давайте вспомним сейчас начало работы в театре. Какой это был год? — Работу в театре, да, мое нахождение в театре нужно разделить на три этапа. Этап первый — это 1974 год, то есть бабушка работала, но я здесь, я все равно тут был внештатный работник. То есть был здесь такой замечательный человек Алексей Чернышев, который находился в святительной будке. Там же был световой пульт, он мне давал посветить там, вот там, или там, направив там пушку, допустим, там, на луку Борисову Пугачеву. Нужно высветить лицо там вот в этой песне. Вот, я там гордо сидел с этой пушкой. — И все получилось? — Да, конечно. Ну, он меня обучал, показывал все. Вот, или там бабушка там мне давала часть билетов, в школе там они распространялись тоже на ура. То есть потом сдаешь билеты, остаток билетов и деньги. — Ну, в общем, в 70-е были как сын полка, сын театра. — Да, потом мне все время Камчатов там отправлялся цветами там всех этих певиц, певцов, исполнителей вручать. То есть когда они меня там иногда бывало, там, целовали, у меня я смущался, но, тем не менее, залу это нравилось. А так у меня, они у нас дома многие тут были. Бабушка у меня таскала их себе. Потом актеры частенько приезжали больные, фонограмм тогда не было, пели все вживую. И полечить горлышко. — А вы подслушивали их разговоры? Интересно было? — Разговоры были, вот как полечить горлышко в основном. — И все? — Конечно. Там призаходишь, там на кухне Лев Леченко сидит, горлышко лечит, или там Алла Борисовна Пугачева, или там Валентина Толкунова, кто там. — И что вы говорили? Здрасте, и я тут. — Здрасте, да. — Она говорит, это мой внук. — И все, да? — Ну и все, да. Такое вообще небольшое. — Среди мальчишек были разговоры там у вас, что у нас вчера там на кухне сидел Лещенко, там Пугачеву видел, то есть хвастался, да? — Хвастался. Конечно. — Второй этап тогда какой? — А вот второй этап, это уже, так, это 1995 год, когда на то время я был директором парка. И тогда администрация решила объединить парк Олега Степанова, но тогда у меня еще был филиал в питомнике, тоже там были аттракционы, включая Большое колесо обозрения, кинотеатр Центральный и городской театр. Но так как городской театр к тому времени уже переходил, как это переходящее знамя, из рук в руки отчастников, потом его вернули отчастников снова в муниципалитет, то есть он вернулся уже на правах муниципального объекта. Я не знаю, как он там был у Щитко и у Бабаян, там у Роксаны, на каких условиях аренды или на праве собственности, не знаю. Но, в общем-то, он мне доставался в 1995 году такой вот, зайти сюда было страшно. То есть сцены не было, сплошные дыры, аппаратуры не было, ни звуковой, ни цветовой. Отопления не было. И тогда вот пошел за забор, там ГТП был филиал на лесной, это автотранспортное хозяйство городское. Съездил как директор, познакомился, договорились, кинули мне трубу через забор. И тут жара была, зимой в минус 20 всегда просили зрителей дверь открыть, чтобы протянуть зал. Очень мощное было отопление, не то что сейчас. То есть тогда начали с решения хозяйственных каких-то коммунальных? Да, сцену там тоже поменяли пол, златали, аппаратуру съездили мы вот. Скоро будет вечер в памяти с Юрой Голгиевым. Купили в Москве такая была частная ферма Выбуль. Купили там колонки, загрузили их в жигли, сняли задние сиденья и привезли сюда. То есть потом все это расставили, пульт выбили, так же, как было в рестительную будку. Это был август, а в октябре уже, в начале октября прошел уже первый концерт. Уже в зале с отоплением, со сценой, с аппаратурой Яна Рвазоров, как сейчас вспомню. А коллектив в театре был? Нет. Ну как коллектив? Коллектива здесь была, ну здесь была она и сейчас, дай бог, как сказать ей здравия на долгие годы. Галина Викторовна Ивина, вот она при всех этих вот меняющих постоянно тут директорах, хозяевах, была постоянным замом. Потом она ко мне перешла. Борис Алексеевич Камчатов здесь еще был. Но тогда как-то нужно было выживать, да. А он был на должности администратора, администратор эта должность была под дискотеку. Ну в общем-то мы с ним решили, что в его возрасте, а тогда ему уже было за 80, ну уже тяжело будет дежурить на ночных дискотеках. Если это ему было легко там в 50-60 лет, да, на танцах работать, то в 80 все-таки уже, вот, а другой должности для меня для него не было. Ну в общем-то я максимально, как сказать, старался, ну, по-доброму, ну, с ним общаться, потому что он всегда для меня неким был, как сказать, кумиром. Вот, и сказал, что то место, да, первая правая ложа, оно, пока Борис Алексеевич будет жив, оно всегда будет за ним. Оно продаваться не будет. Я это правило свято соблюдал. То есть первый ряд, первое место, первая правая ложа Борис Алексеевич Камчатов. Когда не надо звонить, не надо ничего говорить, просто в любой день вы можете прийти сюда, все вас здесь знают, пройти на свое место. Ничего согласовывать не надо. Приходил? Нет. Ну, я его понимаю, потому что потом, когда у меня был перерыв с 2004 по 2010, я тоже не приходил за эти 6 лет и раджал в театр. Почему? Не могу. Не мог я в тот момент. Тяжело было видеть? Ну, как вот объяснить. Допустим, там есть у тебя женщина, да, там, которую ты любила, она ушла к другому. Все, у них другая семья. Ну, пусть они себе хорошо живут. Они приглашают в гости, приходи там. Но видеть не хочу. Ну, я не хочу это видеть. Я не буду им мешать, как говорится, не буду лезть там в их жизнь. Ну, и лучше этого не видеть. Как же вы тогда пережили вот этот вот период? Тяжело. Тяжело, очень тяжело. Чем занимались? Ой, чем я только не занимался. Третий этап. А третий этап? Третий этап в театре. Вот с 10 по сегодняшний день. 2010-го. С каким настроением возвращались в театр? С настроением? С радостным. Я вернулся домой. То есть для меня это вот там жизнь, семья, все на свете. Смысл существования вообще. Из чего начался этот третий этап? С каких решений? С собрания. Первое. На собрании меня коллектив трупов приветствовал достаточно тепло. Но я сказал, давайте, ребята, как-то поработаем. Да, все равно мы друг друга не знаем. Я спокойно очень отношусь к лесте. Я на нее не падкий. Равно как и спокойно отношусь к лестике. Совершенно спокойно. Поэтому я говорю, давайте поработаем, потом посмотрим. Рано мне еще хлопать, аплодировать. Я пока этого не заслужил. Начиналось с такого достаточно тяжелого момента. В каком плане? На тот момент, на 10-й год, трупа, которая сейчас существует, была уничтожена. То есть ее больше не было. Они были все уволены. Но ребята не разъезжались из Серпухова. Ждали перемен. И перемены произошли в октябре 2010-го. То есть в городе поменялся глава. Это был Павел Николаевич Залесов. Я ему позвонил и сказал, что Павел Николаевич, я не хочу работать в администрации, ни замом, ни завом, никем. Я хочу вернуться в театр. Верни меня, пожалуйста, в театр, если есть такая возможность. Как тогда модно было говорить. Он сказал, я тебя услышал. Прошло три дня. И он мне звонит, иди принимай. И вот я пришел принимать. Здесь, как сказать, мы во второй раз познакомились с Павелом Аркадьевичем Цепенюком, который уже к 2010-му году немножко спесь у него поубавилось, которая была в 2004-м. Разговаривали уже совсем по-другому. И когда нам дали такую, как сказать, сложную задачу, Павел Николаевич Залесов в тот момент сказал так. Смотри сам. Это тебе решать. Ты директор, тебе вот карты в руки. Сделать это, как это было всегда из поконников, прокатной площадкой. Или оставлять трупу, или не оставлять трупу. То есть решение на меня. Я говорю, здорово. То есть я в случае чего буду крайней. Себя он как бы снял ответственность, переложил. Ну, это нормальное, так сказать, действие для любого большого руководителя. Хорошо я посмотрю. И когда я посмотрел на эту трупу, на этих ребят, это была любовь с первого взгляда. Вот тут была любовь. Если когда мы говорили про музыку, там, привычка, там и так далее. Здесь все, любовь с первого взгляда. Никогда не был в жизни театралом до этого. Потом те спектакли, которые я, будучи студентом, посещал в Москве, разные там у нас такие, по студенческому билету мы проходили в Новокуда. Что-то как-то в сервине неудачно попадал. Какие-то спектакли были скучные, я на них засыпал, уходил. И как-то неинтересно. А здесь у меня просто вот рот раскрылся, глаза раскрылись, когда я их увидел. И больше до сих пор не закрываются, наверное, так и хожу. И до сих пор любите? Да. А не мешает эта любовь? Я не знаю. Порой мне кажется, что мешает. Я вот сейчас у меня собрание было очередное перед началом сезона. Я вышел к актерам. Я говорю, понимаете, мне вот с вами нужно поговорить о многих серьезных вещах. Но я не могу сдержать свою вот эту, наверное, дурацкую улыбку на лице, потому что я настолько вас рад видеть, я по-моему соскучился. Я не могу скрыть эту эмоцию, убрать в себя, повесить маску, там, я начальник, ты дурак, ну, не получается. Ну, потом, правда, получилось, все равно приходится это делать. Иногда нужно кого-то, так сказать, пожурить кого-то и просто покошмарить. Ну, и так бывает. Ну, работы директора без этого не бывает. Но вы, как директор, позволяете себе дружить с коллективом? Ну, в пределах все равно субординации. Потому что я на эти грабли наступал в парке, когда я директором стал 27 лет. Там тоже, а? А что прилетало в ответ? Ну, как там? Во-первых, тогда составчик там был в парке, там люди по две-по три судимости. О-о-о! И вдруг тут какой-то там 27 лет, там Игорек, там директором стал не Игоряк, а Игорь Иванович Славич. Вот, и так далее. И еще раз говорю, все внеслужебные отношения после работы, после окончания рабочего дня. После рабочего дня все мы люди, можем себе позволить. Все, что угодно, ну, опять же, в пределах существующего законодательства. Я вот заметила, что вы один из тех собеседников, чьи ответы непредсказуемы. То есть я вам задаю вопрос, а я не знаю на самом деле, вот что вы ответите. Это потому что там за плечами где-то был КВН? КВН, да, это школа. Это школа. Большая школа. Потому что вот тогда шутки серпуховской команды КВН звучали со сцены в исполнении Петросяна, Задорнова. Это были наши шутки. И тот же Задорнов, когда приезжал, Михаил Николаевич, Сарствие Небесное. Есть что новенькое? Всегда так меня увидят. Есть что новенькое? Я слишком разносторонний и КВН, и, как сказать, я и КВНщик, я футбольный фанат, допустим, ну, и так далее. Я, типа, член клуба индивидуальных игр. Много чего. Но в голове так много анекдотов. У вас же всегда на любой случай. Никулин отдыхает. Равно как и Трехтенберг. Память хорошая. Она очень избирательна. Нет, есть вещи, которые я не могу запомнить никак. Это бесполезно. А есть, наоборот, которые они как-то сами остаются. А есть обиды, которые не можете забыть? Есть такие? Вот что такое, да, вот, психосоматики, непрощенная обида. Это болезнь. Это приводит... Ну, нет, не забиты, как сказать, вот, как есть такое выражение, да, шутка. Я не злопамятный, но злой и память хорошая. Я их помню, но, как сказать, нет обиды. Есть недобрая память, вот так назовем. О каких-то людях, о каких-то их поступках. Потом как-то желание отомстить тоже нет, не мстительный. То есть вот вспылил, там, разозлился и через час отошел, все. От ненужного и от ненужных избавляться научились? Людей? И вещей? Тяжело, тяжело. Учусь. Вся жизнь наша есть познание. Или, как говорят мудрецы, я знаю, что я ничего не знаю. Учусь, всю жизнь учусь. А чему больше учитесь? Да всему, вся жизнь познания. Чему я только не учусь в этой жизни. Всегда учусь. Чего до сих пор не познали? Я не знаю. Потому что все вот какие-то вот мои там, как модное сейчас слово, хотелки, да, детские желания, они все в жизни вырелизовались, все. Все до единого. Вот то, что я там хотел или там представить не мог, да. Все это произошло в жизни. Новые хотелки появляются? Новые появляются, но они уже, так скажем, более глобальные такие, более широкого масштаба. Все хотелки, они реализовались сами по себе. Я ничего для этого не делал. Ничего. Так все происходило. Вот, допустим, остался я там без работы, да, на какой-то период. Я в детстве, там, мне нравился фильм «Зеленый огонек», там, Николай Крючков, водитель такси, мне казалось вообще, это такая профессия интересная, реально интересная. Вот, год покатался, ничего, со мной не было. Ну, нужно было сильно что-то кормить. Или там, ну, в детстве болел, меня водили сюда, на железную дорогу, я смотрел на поезда, поезды, как я выражался тогда, ну, сколько там было, не знаю, 3, 4, 5 лет. Просто приводил в трепет. И мечта была по работе на железной дороге. В институте раз, второй отряд проводниками кто пойдет. Вот, как на 2 года завис, так 2 года из этих поездов не вылезал. Круглый год. Это интересно всегда. Потом, там, где работа с людьми, столько всяких знакомств, связей вообще. Вот в том же такси, там, на той же железной дороге, да, это вообще невероятное что-то. Ты за год набираешь столько всяких людей в своей жизни, добавляешь, которых ты бы на другой работе никогда бы столько, так сказать, не заимел бы. Вообще люблю людей. Людей, общение с ними. Люблю зрителей своих. Я всегда признаюсь в любви к зрителю. Для нас, ну, здесь вообще коллектив единомышленников. Мы вот когда между собой разговариваем, там, допустим, там, Татьяна Корнеева, у меня главный администратор. Она говорит, как я люблю наших зрителей, как я их жду, как пусто, вот сейчас, когда вот это межсезонье, как мы ждем. Да, потом будет опять нон-стоп, ни выходных, ни проходных, да, до следующего отпуска, до следующего лета, но это вот реально на уровне болезни.